Что страшит больше всего? Неведомое. То, что постичь невозможно. Ужас, который заключается в самой сути существования, которое представляет собой порой цепочку ошибок и поражений. Зажигая свет, освещая путь пониманием, наши герои высвобождаются из этого круговорота, обучаются наблюдать за происходящим со стороны, оставаясь внутренне сдержанными и спокойными. Спортивная судьба так и норовит пощекотать нервы, стоять на своем – единственный способ победить в сделке с подобными провокациями. Сильные и решительные за ними наблюдаем в течение тайм-аута. Вопрос, как вернуть болельщика на трибуны, конкретно того, кто испытывает особую симпатию к быстрому эмоциональному футболу. Правильная имиджевая политика, внимание со стороны СМИ, а еще терпение, запасы которого не должны иссякнуть и время, чтобы приучить всех и каждого двигаться в едином темпе. Хорошие новости. Гродненский Неман, даже проигрывая, делает все возможное, чтобы нам как минимум не было скучно. Матч в Гродно явил собой интересное зрелище, в котором минская «Динамо», впрочем, одержала заслуженную победу 3-2. С приходом Игоря Ковалевича Неман вновь возвращает себе статус боевитой и играющей команды, не знающей глухих оборонительных построений и стремящейся радовать зрителя красивой игрой. В последних трех домашних матчах гродненцы одержали три победы и забили семь мячей. Разве будет такая команда отсиживаться в обороне? Правда, у «Динамо» козырей в этом матче оказалось больше и были они весомее. Это и длительная беспроигрышная серия в 13 матчей, это и голевой запол Хвощинского. После этой встречи на счету Владимира 8 мячей в чемпионате. Основные события матча развернулись в первом тайме. Зрители увидели 5 забитых мячей и если бы тайм длился не 45, а 50 или 55 минут, уверены, увидели бы еще. Все началось с фола на Хвощинском. Бегунов ввел мяч из-за боковой и Владимир Первый успевал к мячу. Не успевал Космынин и толкнул форварда в спину. Бесспорный пенальти. Ответ гродненцев был скор и курьезен. Мяч после удара Рудика влетел в ворота «Динамо» рикошетом от «Наёка». Продолжение от «Минчан» последовало незамедлительно. Габовда на правом фланге обыграл Савастьянова и навесил в штрафную 1-2. Последнее слово в тайме осталось за хозяевами. Гол на свой счет записал Бомбель. После обильного на голы тайма первого зрители увидели достаточно вязкий второй. Неман большими силами шел вперед и у ворот «Динамо» порой становилось несколько неприятно. «Динамо» же довело этот матч до победы. Вот только дистанции, чтобы догнать главного конкурента в борьбе за вторую строчку турнирной таблицы остается все меньше. Мы очень серьезно готовились к этому матчу, потому что знали, что во втором круге «Миннамо» очень прилично прибавилось. Если набрать только турнирную таблицу второго круга, то они за пятерку учатся введут в бою. Необъем только второй круг. То есть команда явно заиграла во втором круге и подобрался хороший набор, особенно в средней линии драков, которые ведут игру. Поэтому нам нужно было максимально контролировать середину, по возможности оказывать такой прессинг индивидуальный в двойках-тройках, чтобы накрывать и не распускать. Когда распускали, Хауф тогда имели сложности. Как только прессинг удавался в среднем поле, значит, был отбор, но, к сожалению, не всегда в контратаке наши были. Главный тренер команды «Неман» Игорь Ковалевич в предыдущем матче был удален и, соответственно, получил одноматчевую дисквалификацию. В официальный протокол внесен «Небу» руководил командой дистанционно. Следующий на очереди «Слуцк» и «Неман» продолжит свою тонкую работу, красота которой значит не меньше сухой статистики. Призрачно все. Сила может быть сильной лишь на первый взгляд, скрывая уязвимость. Хрупкость же в состоянии ввести в заблуждение, если в действии превращается в мощь и неутомимую энергию. Наша прекрасная героиня знает о таких превращениях все. Кто-то жалуется на осеннюю хандру, укутывается в плед и пишет грустные посты в социальных сетях, а кто-то – Минель Блохина. Сетовать на погоду попросту нет времени. Сегодня в планах 5 километров скандинавской ходьбы и сеанс йоги. В сети о ней знают многие, восхищаются и ставят в пример. А она в свои 70 ломает стереотипы о жизни на пенсии. Вот когда меня уволили, я такое впечатление, что по какому-то погружению куда-то непонятно. На Луну меня забросили и оставили одну. Зачем мне понятно? Я, например, обижаюсь и поправляю. Я дама на пенсии. Я не пенсионерка, я работаю. Но так как у нас государство так хорошо видеть и можно и работать, и пенсию получать замечательно, почему нет? Но я не пенсионерка. Это ментальность человека. Нинель Васильевна 30 лет преподавала балет в Гродненской школе. Он и сегодня для нее символ чистоты и совершенства. А ее фигура – доказательство того, что возраст – это формальность. Тело мое – это не есть я, это подарок природы. И за ним надо следить. И тогда оно будет тебе служить таким образом. За ее спиной более 80 фарфоровых балеринок из разных уголков планеты. О каждой она могла бы рассказать целую историю. Из Англии я привезла фарфор «Далтон». В некоторых странах нет. Например, в Турции вообще нет этого. Там какой-то мужчина, видите, там танцует в шапке. Мне это совершенно не нужно, потому что это неорганично. Это вот фарфор «Далтон», фарфор с костью. Когда я привезла, мне многие говорили, слушай, Нинель, а это ты? Кроме физических упражнений, своей фигурой Нинель Блохина обязана и рациону. В пищу только натуральная. Как правило, у меня утром овсяная каша или смузи. Овсяная каша, гречневая на кофемолочке, кипятком залита. Потом, значит, бананчик, йогурт греческий, кефир. И вот это смузи мне хватает тоже до обеда. Больше творог, потому что кости требуют кальций. Творог, вот молоко. Это с какао иногда вечером, если я чувствую перегруз. У меня организм четко подсказывает, что мне надо съесть. Замену балету она нашла 11 лет назад в Тунисе. Тогда впервые на занятиях йогой открыла для себя новый образ жизни. Три сеанса в неделю заменяют ей прием таблеток и микстур. Очень медленно, считайте до 20, два раза. Вот таким образом, представляете, как пресс и прямая брюшная работает. И здесь тоже кишечник. И бразильские ягодички, попка узкая не растопыривается. Потом 10 раз в очень хорошей растяжке. Внешней части коленей так 10 раз. И очень хорошо пресс качается. А пресс, вы знаете, он же почки подтягивает. У меня 8 сантиметров было после балета опущения. Сейчас УЗИ, все, я периодически проверяюсь, ну все нормально. Пресс хорошо почки поддерживает, естественно, значит и функцию почек. Сегодня она счастливая жена, мать и бабушка. Через пару лет с мужем отпразднуют сапфировую свадьбу. Ради него она бросила балет и стала путешествовать. Правда, сначала по гарнизонам, так как он был военным, а потом свое удовольствие. Я кофе пью и вспоминаю Эмираты, и вспоминаю вот так образы, сцены, вот эту культуру духовную всего мира, где вот там я видела эти соборы, эти в Европе, в каждом столичном городе соборы. Там можно стоять, и вот эта энергетика на тебя просто таким очарованием и гипнозом действует. Нинель Васильевна – пример человека, который выточил себя сам. Разговоры об операциях и дорогих процедурах неуместны. Она, можно сказать, повернула процесс вспять и с каждым годом молодеет. И пусть пуанты остались в прошлом, коллекцию балеринок собирает не случайно. В каждой из них видит себя такой же молодой, легкой и грациозной. Врожденный человеческий оптимизм – лучшее лекарство от всех кризисов – возрастных, карьерных и даже природных. Их усиление в межсезонье становится особенно заметным. И никто, ничто не воплощает его лучше, чем спорт, с его стремлением к лучшему, с его открытостью, к новому, с надеждами и верой, обновляющими жизнь каждый сезон. Те, кто к этому причастен, попали в наш список. На полумарафонской дистанции в 21 километр и 97,5 метров традиционно определяются победители в личном первенстве. В городке Сен-Поль-Марле на западе Франции, куда из множества стран съехались любители длительного бега, успех сопутствовал двум представительницам Гродненской легкой атлетики Ирине Сомовой и Виктории Кушнир. Обе тренируются у Галины Корнацевич, которая в своей спортивной и профессиональной карьере отдает предпочтение марафонскому бегу. Белорусские в очередной раз продемонстрировали отличную подготовку и лучшее качество настоящих профессионалок. Ирина Сомова, уроженка Вороновского района, с результатом 1 час 18,12, заняла в полумарафоне третье место. Виктория Кушнир, Гродно, стартовав там же, на 10 километров, была на финише четвертой. Из Франции девушку увезли на память фотографию с Негасой Чао Тудида из Кении, которая выиграла марафон за 1 час 18,04. В Минске прошел Кубок Белорусской Федерации без экипировочного пауэрлифтинга. В соревнованиях по троеборью, жиму, лежа и становой тяге выступили более 150 атлетов из Белоруссии, Украины, Эстонии, Латвии и Венесуэлы. На чемпионате успешно выступили гродненские атлеты. Александр Кодис установил мировой рекорд в становой тяге. Спортсмен стал первым в этой дисциплине, занял третье место в троеборье, заодно установив рекорд Белоруссии. Здорово выступили подопечные Александра Кодиса. Александр Кравцевич в юношеской категории завоевал по одной награде каждого достоинства, а Дмитрий Твердый стал третьим в становой тяге. Уникальные для своего возраста результаты показал известный на всю Беларусь 65-летний Михаил Вербицкий. В становой тяге при весе до 10 килограммов он поднял в 290. Его соперником впервые за много лет стал Сергей Политаев. 65-летний гродненец занял второе место, одолев вес 180 килограммов. Два матча на минувшей неделе сыграли в чемпионате страны баскетболистки Виктории. Первым соперником нашей команды на игровой площадке Уора был чемпион страны «Столичный горизонт». Молодые игроки Виктории не спасали перед именитыми соперниками. Временами их соперницам приходилось очень даже нелегко. Однако опыт и мастерство столичных спортсменок сыграли свою роль, принеся победу минчанкам со счетом 52-91. Хотелось бы выделить в нашей команде 15-летнюю Юлию Василевич, ставшую лучшим снайпером Виктории с 14 очками. «Горизонт-дворцов» наша команда принимала на домашней площадке. В отличие от предыдущей встречи, юные гродненки весь матч диктовали свои условия, разгромив соперника со счетом 80-45. Вновь лучшая в составе нашей команды Юлия Василевич с 17 очками. Гостевой матч против брестской команды «Цор Виктория» для «Олимпии» оказался подобием тренировочного. Наши баскетболистки забрасывали столько, сколько хотели. Итоговый счет на табло 102-36 в пользу гродненок. В составе нашей команды отличилась Арина Масько с 18 мячами. В четвертьфинале розыгрыша Кубка Белоруссии по волейболу неман ГРГУ принимал мозырскую жемчужину Полесья. Многочисленные поклонники нашей команды ожидали напряженной и захватывающей борьбы на игровой площадке. Гродненки исполна оправдали их надежды. Проиграв в первом сете, они затем выиграли два следующих. В четвертом сильнее оказались гости. Все решалось в пятом сете, который выиграли хозяйки площадки, а с ним и матч со счетом 3-2. Создавать что-то новое с профессиональной точки зрения значит каждый раз подстегивать себя к действию активному. Естественно, потому как не секрет, что сохранять энергию движения спортивного на протяжении долгих лет довольно сложно. Осмелиться возвращаться к старту, чтобы понять, на что ты годен, работать без специальных подпорок. Именно так поступают те, кто находятся в поиске лекарства от лености и самодовольства. С вами была Татьяна Гришук. Увидимся на трибунах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА